Добрый день! Меня зовут Андрей Лебедев. Мы сегодня будем с вами говорить о адресной системе хранения в 1С ERP. Ну, соответственно, та же самая функциональность. У нас есть в 1С комплексная автоматизация и в 1С управление торговлей тоже. Сразу хочу сказать, что я бы не назвал, конечно, систему 1С ERP вполне полнофункциональной ВМС системой. Она до данного уровня все-таки немного недотягивает. Но, тем не менее, базовую функциональность, связанную с адресной системой хранения мы сегодня с вами постараемся реализовать. Итак, давайте мы с вами перейдем на саму 1С. Мы будем работать в 1С 258 221. И сразу хочу вас предупредить, что вот эта вот система адресного хранения в 1С, она требует очень такой серьезной и детальной настройки НСИ. Но я постараюсь сделать так, чтобы для вас все это было достаточно зримо. Первое, что мы с вами сделаем, давайте мы создадим с вами собственно склад. Ну, думаю, это функционал вам вполне знаком. Склады и магазины. Мы с вами создадим новый склад, который так и назовем адресный склад. Андрей, мы не видим ваш стол. Извините, пожалуйста. Видите, да. Не видите, не видите. А, ну да, естественно. Запись я включу, а трансляцию нет. Давайте, значит, сделаем то же самое. Чтобы уж... Так, видите, все нормально? Да, есть, спасибо. Так, хорошо. Итак, мы создаем адресный склад и главное, что нам надо сделать, мы идем вот сюда. Ордерная схема и структура. Обращаю ваше внимание на то, что мы включить использование ячеек можем прямо сразу. И если мы поставим, здесь использовать для справочного размещения номенклатуры, у нас после сохранения сразу можно будет создать какую-то структуру склада, там к обычному совершенно складу будет привязана ячейка и вот такая условная справочная система адресного хранения, она будет уже реализована. Она очень простенькая и она, кстати говоря, в реализации простая. Вот. Если будет интерес, я потом там о ней, видимо, на другом вебинаре тоже расскажу. Но наша задача все-таки создать не простенькую, а полнофункциональную систему адресного хранения, которая покажет, в какой ячейте сколько лежит. Вот. Поэтому для того, чтобы использовать эту полнофункциональную систему, давайте мы с вами поставим использование ордеров. Мы будем использовать ордера при поступлении, при отгрузке. Ну, короче, во всех случаях мы их будем использовать. И мы с вами будем их использовать для хранения остатков номенклатуры. Для хранения остатков номенклатуры. Ну, собственно, вот базовые какие-то настройки мы с вами уже указали. Мы можем еще вот это включить, использовать рабочие части. Это, в принципе, нам не особо нужно. Ну, давайте пусть стоит, потом я расскажу, для чего это. Итак, мы можем записать адресный склад. И обращаю ваше внимание, что у нас появился связанный регистр складки ячейки. И, в принципе, нам никто не запрещает вот этот вот регистр заполнить вручную. То есть мы можем здесь нажать создать и начать выводить данные по каждой ячейке. Ну, конечно, это немножечко безрадостно. Вот. И намного лучше, если у нас это все будет сделано автоматически. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим, как работает соответствующая обработка по созданию вот этих ячеек хранения. Да. Кто у меня раньше на вебинарах не был, напоминаю, что вопросы приветствуются. Я периодически буду смотреть в чат и по мере возможности отвечать на заданные вопросы. Итак, что это за обработка? Склад и доставка, сервис, генерация топологии склада. Вот она у нас. Генерация топологии склада. Указываем склад. Склад. Это у нас будет склад. Так. Я его записал. Сейчас, секунду. Давайте проверим. Да. Значит, это он. Значит, это будет склад адресный. Так. Значит, и давайте мы с вами посмотрим, что у нас здесь есть. Вот здесь, в нижней части, мы с вами задаем адресное пространство склада. Как вы видите, вот это вот адресное пространство, оно у нас пятимерное. То есть, мы можем склад поделить на секции, в секциях выделить линии или стеллажи, в стеллажах ярусы и на ярусах позиции. Ну, не обязательно использовать все вот это вот многообразие. Мы можем использовать те измерения, которые нам интересны. Предположим, я буду использовать вот так вот. У нас будет 10 стеллажей. Значит, диапазон чисел от единицы до 10. У нас будет 6 ярусов. Причем, ярусы я сделаю не числовыми, я их сделаю буквенными, алфавитно-цифровыми. Да. И это будет, скажем, от А до А, Б, В, Г, Д, Е. От А до Е. От А до Е. И на каждом ярусе у нас будет, ну, скажем, 10 позиций. Значит, обратите внимание, адрес у нас будет 1А1. Это не совсем хорошо, потому что у нас десятка, это, соответственно, двузначное будет значение. Ну, и здесь лучше вот тут вот и вот тут вот поставить фиксированную длину. И в этом случае номера будут дополнены нулями. Ну, вот, в принципе, если я сейчас нажму создать структуру, то в этом случае у меня отгенерится вот эта вот топология. Но прежде чем я это сделаю, я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. У нас есть определенные свойства, касающиеся отдельных ячеек. Значит, сейчас мы в них погружаться особо не будем, но я хочу обратить ваше внимание вот на такой вот параметр, как типоразмер. Вот его мы, наверное, с вами заполним прямо сейчас. Вот у нас есть справочник типоразмер ячеек. И мы создадим с вами типоразмер, который будет называться палетоместо. Палетоместо. Значит, высота. Ну, давайте возьмем один метр. Ширина у нас будет 0,8. Глубина у нас будет 1,2. Соответственно, у нас объем просчитывается автоматически. Грузоподъемность. Ну, давайте мы поставим с вами 3 тонны, 3 тысячи килограмм. Записать и закрыть. Вот у нас есть палетоместо. И именно вот это вот палетоместо мы поставим здесь. Наполнение по объему пусть будет, тоже поставим 100%. Не будем сейчас к этому придираться. И давайте мы с вами возьмем и создадим эту структуру. Обращаю ваше внимание, что мы можем в двух вариантах это делать. Вот можем создать структуру, можем обновить какие-то показатели существующей структуры. Но, когда обновляем показатели, надо очень четко, очень хорошо проверить, что система адресации у нас совпадает. Иначе вместо обновления у нас будут добавляться какие-то новые измерения. Так, ну, у нас первый прогон. Создать структуру. Создать элементы справочника с классом ячейки. Создали. Можем залезть вот сюда, вот в адресный склад складки ячейки. Так, не обновилось. Вот, пожалуйста, у нас в иерархическом варианте представлены созданные ячейки на складе. Как я уже вам сказал, значит, у нас создавать ячейки можно прямо здесь. И иногда надо это делать. Обращаю ваше внимание, сейчас я вернусь сюда, что мы создавали в складки ячейки типа хранения. Ну, это основные варианты складских ячеек. Есть еще архив. Ну, архив это какая ситуация. Например, вы перестроили вообще склад, изменили складскую систему. У вас совершенно другие измерения там на складе появились. Но старые вы удалить не можете. Ну, а же документы-то в базе есть уже с этой адресацией. И, соответственно, старые ячейки вы переводите в архивные. Ну, как бы, когда-то они были, но больше таких ячеек нет. Вот. Массово мы создаем только ячейки типа хранения или архив. Но мы еще можем создать два типа ячейок. И на самом деле это надо сделать. Значит, нам надо будет создать ячейку типа приемка. Ну, адрес давайте я напишу PR01. Особых адресов у нее не будет. Ну, описание такое же, тип ячейки приемка. Естественно, у нас таких ячеек может быть несколько. Ну, скажем, у нас будет ячейка еще PR02. И у нас еще могут быть ячейки типа отгрузка. Ну, соответственно, вот здесь я поставлю OT01. И могу создать ячейку OT02. То есть, логика у нас какая. Сначала при приемке любые TMC у нас приходят в ячейку типа приемка. Потом программа их расставляет по ячейкам типа хранения. А потом, когда осуществляется отборка, мы, соответственно, забираем из ячейок типа хранения в ячейку типа отгрузка. И из ячейки типа отгрузка уже TMC уходит со склада. Ну, вот такая вот система. Так, структуру мы с вами создали. Теперь, следующая сложность, с которой мы с вами сталкиваемся. Так, вопросы есть какие-то? Нету. Следующая сложность, с которой мы с вами сталкиваемся. Нам надо соответствующим образом подготовить номенклатуру. Каким образом это делается и что там нужно сделать? Подготовить номенклатуру нам нужно прежде всего для того, чтобы объяснить в программе, в какие ячейки что ставить. Для того, чтобы это сделать, давайте мы с вами сделаем новую номенклатурную позицию. Мы ее назовем очень немудрено. Называться она будет «Товар на АЭС», на адресный склад. И у нас здесь будет очень важны две настройки. Так, не вижу, не вижу. Вот. Значит, складская группа номенклатуры. Складская группа номенклатуры. Значит, у нас эта группа будет называться «Тестовая». Так, тип номенклатуры. Ну, тип номенклатуры у нас остается тот, который был. Наименование «Тестовая». С назначениями ничего не трогаем. При размещении учитываем вес и объем. Все. Значит, больше ничего не нужно. Тестовая. Тестовая складская группа. «Тестовая складская группа». Выбираем ее. Записываем. Так, не копируем. И второй момент, который нам обязательно надо учить. Для работы с адресным складом, в общем случае, нам обязательно надо создать упаковки. Не просто штуки, а именно упаковки. И вообще говоря, по-хорошему, если мы собираемся на складе работать со штуками, то нам надо сделать вот такую вещь. Создать упаковка штука, которая состоит из одной штуки. Вот такая вот интересная ситуация. Причем мы для вот этой вот одной штуки должны обязательно задать вес. Ну, предположим, он будет 25 килограмм. И дальше мы должны задать типоразмер. Причем этот типоразмер обязательно будет использоваться при определении, что куда ставить. И вот здесь давайте мы типоразмер создадим. Назовем его типоразмер 1. И здесь мы сейчас сделаем одну вещь. Ну, не суть важна. Давайте. Значит, высота у нас будет 1 метр. Нет. Высота у нас будет 0,5. Ширина у нас будет 0,4. А глубина у нас будет 0,6. Ну, если вы держите в голове то, что я вам рассказывал, у нас получается как раз 1,8 от палеты здесь. Так же, чтобы там не было так жестко, давайте вот здесь вот поставим вот так 0,45. Здесь оставим то, что есть. Так, все, есть. Вот этот вот типоразмер мы с вами сделали. И сразу давайте мы сделаем типоразмер 2. А типоразмер 2, он будет соответствовать палете. Но здесь я намеренно сделаю вот такую вещь, которая потом приведет нас к проблемам. Я объясню, каким. То есть сейчас типоразмер 2 я намеренно сделаю неправильно. Так, выбрать. Проставили. Все хорошо. Значит, штука, одна штука. Так. И второе. Значит, создаем у нас 8 вот этих вот упаковок. Значит, называться это будет... Так. Создадим новый вариант. Палета. Пал. Пал. Так. Значит, палета будет состоять из 8 упаковок по штуке. 8 на 25. Это, я так понимаю, 200 килограмм. Типоразмер у нас здесь будет типоразмер 2. Ну, вот так вот. Причем, вот здесь есть еще один нюанс, который надо учитывать. Определяя упаковку, мы должны с вами упаковку тоже отнести к какой-то складской группе. Показать все. И мы с вами создадим складскую группу упаковку коробки. И создадим складскую группу упаковки палеты. Так. Это у нас будет считаться коробкой. Ну, наверное, при таких габаритах это коробка, да? А вот это вот у нас будет считаться палетой. Ну, вот это то, что касается подготовки номенклатуры к ее размещению на адресный склад. Так, на секунду гляну в чат. Вроде вопросов пока нету. Двигаемся дальше. Значит, что от нас дальше требуется? Дальше мы должны с вами прописать, собственно говоря, те правила, которые у нас будут действовать на складе. Ну, и смотрите, как на таких обычных складах, в принципе, может осуществляться работа. Ну, я просто предполагаю. Палеты мы с помощью штабелера или погрузчика ставим на верхние ярусы. Напоминаю, что у нас это ярусы с B до E. А то, что стоит на нижнем ярусе, это у нас упаковки, которые используются вот при таком ручном отборе по коробочным. Значит, вот эту логику мы сейчас с вами и будем реализовывать. Значит, как это будет выглядеть? Давайте мы с вами пройдем на адресный склад и обратим внимание, что у нас есть вот такое вот понятие, как область хранения. Что такое область хранения? Мы с вами создаем область хранения для того, чтобы объяснить программе, что куда ставить. Область хранения мы с вами выделяем по своему усмотрению. Значит, и вот это вот деление на области хранения может носить как товарный характер, так и учитывать особенности работы с тем или иным товаром. Ну, например, мы с вами, вот то, что я вам сейчас описал, мы с вами можем выделить две области хранения. Значит, область хранения на втором-шестом ярусе. Ну, давайте даже сделаем на третьем-шестом ярусе. Значит, это будет зона, на которой стоят только запечатанные палеты, а на первом-шестом там стоят распечатанные палеты и доступен ручной отбор. Как нам задать это правило? Значит, мы с вами давайте создадим область хранения в запечатанных палетах. Так, пока на это на всё не обращаю внимания. И второе у нас хранение для ручной отборки. Вот два варианта. Для чего мы это с вами указали? Всё очень просто. Теперь, когда у нас есть область хранения, мы можем с вами указать правила размещения товара. И правило размещения товара у нас будет выглядеть следующим образом. В складскую группу номенклатуры тестовую складскую группу. Размещение в упаковках. Мы типовой с вами вариант развивираем. Складскую группу упаковок коробки. Мы с вами ставим в область хранения для ручной отборки. А в область хранения запечатанных палет мы будем ставить ту же самую тестовую складскую группу, но уже складскую группу упаковок палет. Понятно? Значит, осталось пояснить, что такое приоритет. Всё очень просто. Вот представьте себе, что мы забиваем, забиваем, забиваем палетами склад. И все ярусы у нас с третьего по шестой уже забиты. спрашиваются, куда в этом случае мы будем ставить палеты, которые у нас используются. Дмитрий, вопрос принял. Я вам объясню чуть позже, если можно. Так. Значит. Куда мы поставим палеты, если уже ярусы с четвертого до шестого забиты? Всё очень просто. В этом случае, ну так, по жизни, если подумать, что мы будем делать. Мы пренебрежем с вами вот этими правилами расстановки. И поскольку туда уже ничего не помещается, мы эти палеты будем ставить вот в эту область хранения. Но будем стараться, чтобы такого не было. Как это сделать? Мы создаём ещё одно правило, но мы здесь указываем, что палеты мы будем ставить в хранение для ручной отборки, но с приоритетом 2. Ну вот, собственно говоря, мы задали с вами правило, по которому программа дальше будет действовать. Осталось нам сделать одну вещь. Если мы посмотрим на складские ячейки, мы увидим, что область хранения сейчас не задана. Мы пока ещё не относили ячейки к тем или иным областям хранения. Я это сделал намеренно. Почему? Потому что я хотел ещё раз показать вам использование вот этой генерации топологии склада. Мы с вами указываем, что сейчас мы будем заполнять область хранения, хранение для ручной отборки. И это у нас будут ярусы А и Б. Мы будем обновлять существующие данные. Создать. Вот. А хранение в запечатанных палетах. И это будет с В до Е. Обновляем. Ну и смотрим, что получилось. Так, обновимся. Смотрите, у нас проставилась область хранения. И если мы посмотрим другие ярусы, то тут область хранения будет другой. Таким образом у нас программа знает, что куда поставить. В принципе, на этом мы завершили настройку адресной системы хранения. Ну, понятно, что настройка она у нас очень и очень базовая. Очень и очень пока примитивная. Но, тем не менее, мы сделали достаточно для того, чтобы эта автоматика начала работать. И теперь давайте мы с вами посмотрим, как будут выполняться операции по приемке товара на склад и отгрузке товара со склада. Так, Андрей, ну я рад, что я вас повеселил. Да, извините, услышу, он напрашивается предложение. Давайте сделаем графический интерфейс для пользователя. Обработка графики будет формировать кучу справочников. Значит, вот смотрите, Андрей, вы поймите такую вещь. Очень многие моменты в 1С и РП, равно как и в других решениях 1С, они носят, ну, как бы вот такой контурный характер. Значит, здесь-то в складе это еще ничего. Вот если вы посмотрите, скажем, модуль управления транспортом, там, в общем, даже отчеты-то не предусмотрены. И предполагается, что действительно все это будет довинчиваться, доделываться и, там, подвязываться к потребностям конкретного клиента. Поэтому я, собственно говоря, и начал свой рассказ с того, что ВМС, 1С и РП, ну, до ВМС она не дотягивает. Она поддерживает базовую функциональность. У нее есть, ну, определенный набор способов оптимизации работы этого склада, но и не более того. Вот. То есть здесь речь идет не о полноценной ВМС, а о поддержке базового функционала. Надеюсь, что меня услышали. Поехали дальше. Ну, вроде бы, все сделали. Итак, документы закупки. Делаем закупку у поставщика. Основной поставщик. Так, ну, какой-нибудь сейчас выберем. Да, вообще можно без соглашения. Закупка. Так, организация Рион. Склад. Адресный. Товары. Добавим. Ну, неважно, на самом деле. Так, товары на адресный склад. Количество 100 штук. Так, и... Ну, какая-нибудь цена. Ценовые аспекты нас сейчас не очень тревожат. Так, сделали, сделали, сделали. Провести и закрыть. Так, документ поступления у нас есть. Идем в склад и доставка. Приемка. Склад, напоминаю, ордерный. Указываем адресный склад. И видим основание для оформления приемки. Обращаю ваше внимание, что вот как только мы выбираем адресный склад, у нас появляется еще одна закладка размещения в ячейке. Создаем ордер. Указываем зону приемки. Это вот та самая ячейка, тип приемка, которую мы с вами создавали. И вот здесь важный момент. Мы с вами при приемке должны указать, чего и сколько мы принимаем именно в упаковках. Значит, у нас 100 штук. Соответственно, мы с вами можем сказать, что мы принимаем 12 палет. И 4 штуки. Ну, здесь не обязательно, просто показываем. Для дальнейшей работы с адресной системой хранения вот этот вот момент критичен. Итак, провести и закрыть. Ордер приходный мы создали. У нас приемка на склад благополучно состоялась, но нам теперь нужно осуществить размещение. Выбираем зону приемки. И видим, что у нас есть две позиции в соответствии с упаковками, которые предназначены для размещения. Давайте сейчас я создам задание на размещение, но, скорее всего, программа выдаст мне ошибку. Программу создаем по всей номенклатуре, без раздебиения, без ограничения, без назначения исполнителя. И создаем. И вот, смотрите, создалось только одно задание на размещение. Давайте мы его посмотрим. Четыре штуки программа решила поставить, ну, по порядку, в ячейку 0.1, а 0.1. Ну, как бы это ожидаемо, а вот эти она разместить не смогла. Я намеренно допустил эту ошибку, чтобы объяснить вам еще один дефект логики, который существует в 1SARP, который надо учитывать. Значит, вот, когда мы с вами задавали типоразмеры, в частности, типоразмер для палеты, это складская группа, типоразмеры, да, мы с вами указали ширину 1.2, глубину 0.8. Тогда как типоразмер ячеятия... Так, не туда. У нас 0.8 на 1.2. Казалось бы, какая разница. Для программы разница есть. Вот, значит, понимаю, что это тоже может вызвать определенное, скажем так, неприятие, но вот, увы, крутить, вращать палету программа не умеет. Она тупо смотрит совпадение соответствующего измерения. Поэтому сейчас давайте мы вот это вот поменяем местами. 0.8.1.2. Перевыберем. Вот, теперь как бы все нормально. И давайте попробуем разместить еще раз. Так. Ну, вы видите, что теперь программа восприняла ситуацию совершенно нормально. Вот, и теперь мы можем с вами выполнить. Как вот это задание разместить в ячейку 0.1 на 0.1. Выполнено. Так и это задание. Она предполагает использование сразу 12 ячеек на двух ярусах. Выполнено без ошибок. Ну, все. Теперь у нас товары размещены на складе. И мы можем с вами посмотреть это по отчету. Размещение товаров в ячейках справочного. Ну, видимо, вот это мы можем посмотреть. Склад адресный. Сформировать. Ну, и, соответственно, нам выдается какая-то справочная информация по тому, что именно здесь было размещено. Ну, вот так вот работает настройка системы. Значит, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Пока вы будете это делать, я заодно покажу вам отгрузку. Ну, тоже в самом простом варианте. Хотя там тоже есть определенный нюанс. Давайте я создам документ продажа. Клиент основной покупатель. Ну, давайте мы основное поставим. Реализация Орион. Адресный склад. Сделали. Товар добавить. Так, показать все. Товар на основной S. И отгрузим 8 штук. Цена произвольная. Ну, давайте поставим 1000. Так, посмотрим. Реализовано. Провели документ реализации. И давайте посмотрим, что это дает нам на складе. Склад и доставка. Отгрузка. Обращаю ваше внимание, что у нас... Так. Не стоит пока адресный склад. Есть задание на отгрузку. Создаем ордер. По всем распоряжениям у нас оно одно. Зону отгрузки надо указать. Ее мы с вами делали. Это у Т-01. Создался расходный ордер. Значит, сейчас у нас показано только размещение. Расходный ордер у нас со статусами. Соответственно, к отбору. Появилась задача на отборку. Состояние к формированию задания. Создаем задание на отбор. Значит, и вот здесь, опять-таки, есть одна заковыка. Давайте создадим задание на отбор. Так. У нас создается одно задание. Так. Палета 8 штук. Так, создать. А, ну все. 8, в принципе, это именно то, что нам нужно сделать. Мы отгружаем 8 штук. Соответственно, программа посчитала, что для этого достаточно отгрузить одну палету. Ну, собственно говоря, дальше мы вот это вот должны выполнить. И после этого мы можем с вами завершать расходный ордер. Ну, собственно говоря, вот вам процесс отгрузки. Так. Ну что, вопросов нету. Значит, смотрите. Мы сейчас с вами разобрали именно самые азы схемы. Схемы без каких-то дополнительных настроек, связанных с оптимизацией размещения, связанных с отгрузкой нескольких единиц. Мы с вами не смотрели, как будет работать вариант, там, миксованных ячеек. Когда в одной ячейке размещается разная продукция, разные товары. Значит, мы с вами не смотрели, как работает эта система. В том случае, если мы работаем не с упаковками, а с объемными и весовыми единицами. То есть, вот этого все мы с вами не смотрели. Значит, я планировал вот эти вот вопросы, если у вас будет соответствующий интерес, перенести во вторую серию. Вот. И разобрать там. Сразу хочу предупредить, вот, ну, к некому дополнению, значит, тому, что сказал, значит, Андрей Исаев в чате. Да, действительно, вот сейчас эти настройки, которые я показывал, которые вы видели, это больше настройки, ну, вот, не для пользователя. И, действительно, для того, чтобы настроить определенный уровень компетенции, ну, наверное, ну, требуется определенный. Более того, я хочу сказать, что вот эта вот подсистема, связанная с адресным хранением, она достаточно капризная. Вот. Она не прощает какие-то мелкие ошибки. И вот, когда я вел очные занятия, на которых были, была вот эта вот тема, и выполнение каких-то практических заданий, мне постоянно приходилось, там, у слушателей бегать между компьютерами, и вот эту вот ошибку искать, ошибки их искать и исправлять. Ну, да, капризная, не прощающая ошибка подсистема. Вот. Это есть. Так. Значит, вопрос при отгрузке. Если указать, например, 12 штук к отгрузке, как программа будет понимать, что надо будет расформировать один палет, и он окажется неполным по результатам отбора из ячеек? На самом деле, если 12 штук, программа просто отгрузит 4 штуки и один палет. Но я понимаю, что бывают ситуации, когда штук просто уже на складе не остается, и вот это вот расформирование палет потребуется. В этом случае, вот обратите внимание, я сейчас не стал на это акцентировать, когда мы создаем, ну, давайте я вот, может быть, покажу. Вот. Значит, когда мы создаем задание на отбор, да, программа нам предлагает создать задание не только на отбор, но и на переупаковку. То есть, если вы зададите отгрузку 12 штук, но штук на складе уже нету, программа отгрузит один палет, а один, значит, предложит вам расформировать с перемещением соответствующую ячейку, и после этого отобрать из этой ячейки 4 штуки. То есть, в этом случае будет сформировано 3 задания. На палету, на переупаковку и на отбор штук. Более того, в программе можно установить понятие подпитки, и программа периодически будет генерить задание на вот такую вот переупаковку и расформирование палет. Так, еще какие-то вопросы остались? Да, да. Во второй серии покажу. Там я буду показывать настройки, и там связанные с доступностью и со всем остальным. Настроек там много, и по инвентаризации, и по подпитке, по вероятности. То есть, все вот это вот там должно быть. Ну, все тогда. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.